Денис экзорцист против сатанист и с обрядом экзорцизма, я думаю, состоятся. Ты если хочешь участвовать, вставай, если хочешь попи***ть, иди отсюда. Я участвую. Тогда вставай и не разговаривай больше. А вам самим вот не надоело вот это? Хрен ему он никогда не пожмет, ребята. Отпустите, к этому проще. У меня есть абсолютный рекорд Дейбори, который я не думаю, что кто-то перебьет когда-либо. Не, не, не. Чем, если бы я держал форму, я бы сейчас, наверное, пришел бы к тебе с квадратиками пресса, тут сидел бы такой весь, знаешь, это. Первый удар Дениса, он же фатальный для... стал для... сатаниста. Это был обряд экзорцизма. То есть сейчас он исцелился? Да, Денис экзорцист против сатаниста. И с обряд экзорцизма, я думаю, состоялся. Ты видел мой инстаграм, у меня там прозвище есть. А почему-то подписчиков там нет. То, что на кольце это знак, это не знаешь, что ты сатанист. Вставай сюда. Ты что, хочешь со мной поссорить? Да, мы с тобой в стране дружили. Если хочешь участвовать, вставай. Если не хочешь участвовать, иди отсюда. Я понимаю, это тоже нормально. Я тебе еще раз говорю. Я тебе еще раз говорю. Это угар, ёб, понимаешь? Я понимаю, что угар. Да, мы не на серьезе. Ты понимаешь, что это шоу? Ты хочешь, подожди. Да не все называются. Ты со мной разговаривай, еще раз говорю. Ты если хочешь участвовать, вставай. Если хочешь попиздеть, иди отсюда. Я участвую. Тогда вставай и не разговаривай больше. Снимай свои эти штуки, бля, по брекушке. Ситуация следующая. Будимания не отстает от трендов. И также завела телеграм-канал. Ссылка на этот телеграм-канал в описании. Но, если вы хотите узнать, что там будет, а там будет все то, чего вы не увидите на ютубе. На ютубе есть цензуры, в телеграме нет. Поэтому переходите по ссылке, делайте максимальную подписку. И смотрите. В том же 15-м году, когда я пожал, я говорил, что на рекорду постоять лет 5. Где-то уже сейчас растет парень, который пойдет на смену. Все это циклично, все это нормально. И наоборот, результаты растут. Всем интересно узнать, где же этот лимит, где же этот лимит. Этот рекорд, на самом деле, он же не мой. Он принадлежит всем. Это просто, так сказать. Я внес свою лепту в том, что показал людям, где есть предел, где границы. Сейчас вносит Джулиус. Да, общаемся с ним, общаемся с ним, мы частенько переписываемся с ним. Нормальный парень, нормальный парень. Крепкий, малый. 200 плюс весит. Такой добрый, без всякой, без звезды. Я надеюсь, когда рекорд снимет, он ее не словит. Поэтому, что тут еще комментировать? И просто ждем, смотрим, как проходят его тренировки. Надеемся, что сегодня будет хорошо без травм. Главный вопрос, Кирилл. Рекорд гипотетически сняли, твои действия. Будешь ли ты возвращаться, перебивать его, или ты уже остыл в спорте? Я занимаюсь спортом все так же, три раза в неделю. Безусловно, ты занимаешься для себя, для рекордов, для 340. Вот знаешь, когда мне, когда к тренеру приходили ребята к моему, и говорили, что ну я хочу позаниматься для себя, он их разворачивал и отправлял. Что такое для себя? Я занимаюсь для себя. Это как для себя? Для поддержания формы. Какой формы? Для чего? Для дляжи пришел. Так это значит для кого-то, чтобы ты будешь ее показывать. Потому что везде есть цель, для себя нет слов. Поэтому тут я держу силу, а не форму. Зачем? Если бы я держал бы форму, я бы сейчас, наверное, пришел бы к тебе с квадратиками, прессу, тут сидел бы такой вещь, знаешь, это. С побритыми руками и задницей. Артур, я тебя вижу. Нормально, это живой кадр был. То есть ты всегда в состоянии провести, как говорят в ММА, подготовительный лагерь и выйти на рекорд? Да, это уже лотерея, на самом деле. Ну, если этого потребуется, то да, ну. Сейчас это лотерея, знаешь, это даже в Исландии моя поездка была лотереей. Это за два месяца форсануть и 300 пожать, когда ты работаешь на весах, там, 180-200, не больше. Я, наверное, какой-то самый неэмоциональный, значит, из рекордсменов. Мне вот... Как это вообще? Я не испытываю радость. Может, радость, действительно, радость из-за парня. Ну, как же, Кирилл, сейчас в любом мероприятии, на любом движухе объявляют Кирилл Сарыч самый сильный человек в мире. А получается, Кирилл Сарычев будет второй самый сильный человек в мире на данный момент. У меня есть абсолютный рекорд в доеборе, который я не думаю, что кто-то перебьет когда-либо. В ближайшие, там, даже 10 лет. Это 320 в жиме и 420,5 в тяге. Просто человек обычно у нас, как зачастую, талантлив или в чем-то, в чем-то. Вот. Билл Казимайер, первый, кто это сделал, пожал 300. И то на разных турнирах, пожалуй, 300, вроде, если я не ошибаюсь. 300 и 400 потянул. Вот. А у меня 320, 402,5 в тяге. Самый основной турнир – это декабрь. 3-6 декабря 2019 года. Чемпионат мира. Максимум усилий туда. До этого еще будут турниры, но они будут больше проходящие. Может быть, какие-то будет шоу. Всем же совместным ираном. На открытой площадке, на открытом воздухе пока что у нас лето. Но основное движение будет у нас там, на декабре. У тебя каждый турнир постоянно снимают all-time рекорды. Как ты это делаешь? Почему люди именно на твой турнир берут и делают пик? Потому что люди… Знаешь, как? Вот ты человек, который в теории может сделать all-time рекорд. И у тебя есть огромный выбор. Безусловно, огромный выбор площадок. Начиная от чемпионата зала, заканчивая, грубо говоря, моим чемпионатом. Куда ты, как человек здравый, рассудительный, пойдешь? Там, где есть какая-то возможность заработать денег и получить максимальное освещение с максимальным качеством. Судьи, секретари, оборудование, ассистенты, картинка. Все-все-все вот это вот. И огромное количество зрителей, как онлайн, так оффлайн. Или ты сделаешь это в зале так, тихо, спокойно, верно. Естественно, люди выбирают второе. И это не тщеславие, это разумно. Это просто разум. Кстати, хотел бы ты такое организовать, чтобы именно на своем турнире вот этот вот Юлию исполнили. Джулия. Так я его приглашу. Я не знаю, он успеет к тому во времени снять или нет. Я его хочу позвать. Хочу автора Бьенсона позвать. Просто сейчас я жду начала июля. Подписание одного документа. И все. Это у нас получается будет июль, август, сентябрь. Октябрь, ноябрь. Пять месяцев на полноценную раскрутку. Я думаю, я смогу раскрутить. Всех, кого я хотел пригласить. Давай, пожалуйста, вот разберем его жим, когда он пошел на 336, по деталям. Чего ему не хватило? Стартанул он мощно, но не дожал. Чего там не хватает? На чем ему надо поработать? Сложно сказать. У него такая конституция тела. 200 с лишним килограмм веса. И жим очень своеобразный. То есть он жмет и жмет прям вообще суперломовую силу. С этим вот подрывом таким, как Налановским. И там как раз вот именно на такой технике всегда проблема вверху с дожимом. Всегда с дожимом. То есть не хватает немножко перечипса? Он разгоняет за счет, да, трицепса груди. Он разгоняет за счет вот этого срыва, за счет вот этого вдавливания. То есть вот в мягкое тело человека вот этот вот. Вот этот срыв идет, мощный. А там вот дальше вот все вот у него проблемы вот есть. Ну, молодец, что не пожадничал. И пожал 328. Это очень здорово. Надо было ему, конечно, 330 пожать. Потому что там было там. Ну, там конкретно было 330, легко, хорошо пожать мог. Вот. Но вот я думаю, как раз в следующий раз, если он где-то будет куда-то выходить, то он, наверное, будет сжать 300 там. Думаю, 330 и потом штурмовать проливать рекорд. Я вчера человека увидел, которого не видел неделю. Ко мне приехал, у него плюс 4 сантиметра в руках. Просто человек два раза за вас ходил. Плюс 4 сантиметра. Я говорю, ну, я впервые такое увидел. Человек два раза сходил на тренировку. Руки просто. Вот что такое генетика. Вот какой отклик организма бывает. Просто. У Луценко тоже феноменальный генетик. 500 тысяч раз там, пускай его хейтят, но ни один не нашелся тот, который сказал бы, пойдем, сдадим его анализы. Я везде всем говорил, идите, берите его, вот он. Он никуда не скрывается. Дайте анализы. Любые. Человек не прячется там, ничего там, в доступе. Ну, видишь. Многие спрашивают, в каком отношении к этому видео. Много вас присылало в директ. Многие даже писали словами, типа, хрен ему, он никогда не пожмет. Ребята, относите к этому проще. Рекорды ставятся для того, чтобы их снимать. Рекорды делаются для того, чтобы показать, где же предел человеческой возможности. Я надеюсь, среди вас, смотрящих сейчас, уже на пути к новому рекорду, будь то жим лежит или становая тяга в приседе, и мы, может быть, успеем с вами очно встретиться на помостах и побороться за звание сильнейшего. Поэтому всем мотиваций, железного здоровья. С вами был Кирилл Сарычев, и это канал Body Money.